Всем привет! Спасибо большое, что находитесь на страницах моего канала. И сегодня видео из рубрики «Накипело». В этом видео я поговорю о психологических изменениях после 23, ближе к 25 годам. А также поговорю о том, как изменяется тело ближе к этому возрасту. И вообще понимание некоторых вещей в этом возрасте. И, кстати, девчонки, кто меня постоянно спрашивает вконтакте, сколько мне лет, в сентябре, в конце сентября мне будет 25. Я это не скрываю, у меня это все есть на странице ВКонтакте, дата рождения и год, все там есть. Первое, конечно, хотела бы затронуть тему понимания возраста как психологического аспекта. Я в детстве всегда думала, что в 23 года, 22 года я буду такой девочкой-немфеткой, которая будет ходить на шпильках, у меня будет своя тачка, куча мужиков там будут за мной бегать, я буду такая, типа, вся на понтах. И все, как бы, дальше представление о том, как я буду выглядеть в 25 лет, или там в 30, у меня такого не было. Когда мне исполнилось 20 лет, честно говоря, я нелегко это пережила, потому что я думала, что в жизни я добьюсь за этот период времени большего. Вроде бы мне уже 20, но мыслями мне еще 16, еще даже нет 16. В принципе, вполне вероятно, что это у всех, так, кстати, напишите мне в комментариях, кому девчонкам уже больше 20, как вы переживали этот возраст, и переживали ли вообще. Будет интересно почитать. Когда уже был 21 год, я уже ходила, плакала, что мне начался третий десяток, и я все на том же уровне, я живу с родителями, я нормально не зарабатываю, у меня нет ни машины, я никакая не бизнес-леди на шпильках, а просто какая была там в кроссовках девчушка, такая и осталась. Буквально через 2 месяца, полтора месяца мне исполнится 25 лет, это тоже такая дата довольно серьезная, в этом возрасте нужно менять фотографию в паспорте, и как-то ты уже психологически настраиваешься, что ты проходишь очередной рубеж. Честно, девчонки, я не знаю, как я даже буду 30 лет, и как я буду это все воспринимать тогда, возможно, было бы полезно, если я еще не буду вести этот канал и снять еще видео когда-нибудь 30 лет, ну блин, это чертовски сложно, принятие того, что по годам мне уже 25, но как бы я хочу жить еще в том времени, когда мне еще было 18, и я себе так чувствую, что у меня как будто еще 18, хотя я не хочу возвращаться в школу, я не хочу опять через это все проходить, потому что университет мне дался очень сложно, я очень сложно переживала это все экзамены, и я даже не хочу об этом вспоминать, я не ощущаю себя так, я хочу очень много чего еще успеть, и понимаю, что я реально не успеваю, еще чуть-чуть, и мне уже 30, а 30 это такая тетенька, у которых уже трое детей, когда в мире еще куча развлечений, и столько всего нужно научиться и успеть. Приходим мягко с первой темы во вторую, это отношение к беременности, родам и замужеству. Мне кажется, вот у меня не было ни одной встречи с родственниками, когда меня не спрашивали, когда я выйду замуж, когда у тебя появятся дети, почему вы так долго встречаетесь, почему вы не живете вместе, и вот тут постоянно давление, давление. Особенно друзья, которым там ближе к 30, ты знаешь, что 25 это идеальный возраст для того, чтобы рожать ребенка, ты знаешь, что ты упускаешь этот возраст, ты знаешь, что потом ты можешь не родить ребенка, потому что это вот очень сложно. И вот постоянно вот это вот, ты знаешь, что ты будешь старой невестой, ты знаешь, что уже поздно, ты знаешь, что твоим детям будет сто, когда тебе уже, ты уже будешь бабуля, а твои дети уже будут только в школе. И вот постоянно вот это вот давление общества на то, что девушка в 25 лет обязательно должна быть замужем, и без разницы, за кого она выйдет и будет ли она счастлива в браке, это никого не волнует, главное сам факт, что ты вышла замуж. Объясните мне, девчонки, как вы справляетесь с этой ситуацией, и как правильно ответить своим родственникам о том, что как бы ты еще не знаешь, выйдешь ли ты замуж или не выйдешь. Я уже настолько задолбалась, что я просто молчу, когда меня это спрашивают насчет замужества. Меня реально уже от этого вопроса реально типает. Следующая тема об изменении физиологического характера, внешнего, скажем так. Я за собой где-то лет в 23. Я уже начала наблюдать, что где-то там у меня начинает нарастать жир. И я чувствую на себе очень сильно лишний вес. Я говорила, кажется, в своих предыдущих видео, что в школе я была очень худая, то есть вообще доска реально. И потом где-то к 23 начало здесь нарастать, то есть не там, где нужно, появлялись такие вот шары жира непонятно откуда. Где-то там на боках наросло, где-то там на пояснице наросло, на бедрах наросло. Смотрю, уже руки начали обвисать. И как-то вот раньше я этого никогда не замечала. То ли этого не было, то ли я это реально не замечала. Сейчас я вот 5 раз думаю, прежде чем что-то съесть, то, что я как бы люблю. Раньше я без проблем могла есть сколько угодно и чего угодно. Я вот смотрю на что-то вкусное, например, крылышко с KFC, да, и думаю, блин, я сейчас съем его, и завтра проснусь лишними сантиметрами у себя на животе. Хочу ли я этого, или все-таки лучше не есть одно крылышко, а выпить просто воды. Я, например, приблизительно знаю, во что мне выглядит тот же гамбургер. И, конечно же, я его ем, потому что я себе просто противостоять не могу в силе своего характера. Что-то хочу, то я пытаюсь как-то сопротивляться, но недолго. И в итоге я постоянно покупаю это, ем полностью. И потом сижу на диете неделю, а то и две, ничего не едя, такое вот слишком калорийное. Я записала все в тренажерный зал, я думала, что я исправлю эту ситуацию с лишним жиром, что это только у меня в 25 лет огромные бока, еще у меня постоянно растет живот, как будто я уже на третьем месяце. Но нет, оказывается, все мои одноклассницы уже давным-давно ходят в тренажерный зал, а я такая наивная, все думаю, блин, может мне в 30 лет я буду выглядеть точно так же, как и в 18. В общем-то, я уже проходила полгода в тренажерный зал. Ничего это, по сути, мне не дало, кроме, ну, такого тонуса, ощущения того, что я что-то, как бы, борюсь, что-то с этим делаю. Но на самом деле, девчонки, мне в 23 года изначально думаете, что вы едите. Не так, как я сначала сожрала, а потом подумала, уже 25 лет, у меня здесь, 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 там уже целлюлит появляется где-то там на бедрах, там уже что-то еще, там уже какое-то отложение жира новое, просыпаешься, боже, у меня обрюкшие руки. Мне нужно срочно качать руки, потому что я буду такой, как бы, булей, которая всю жизнь сожрала ведра. Следующий вопрос, изменение приоритетов в сторону материальных благ. Раньше я воспринимала деньги, ну, наверное, как и все, это, типа, не главное в жизни, главное любовь, главное понимание, семья. А деньги-то такое, они появятся. Знаете, такая, как честная мать Тересы, типа, все вот приходит с духовности. Все время вот сейчас думаешь, что действительно приоритеты в сторону материальных благ очень сильно меняются, потому что ты понимаешь, что за деньги можно себе позволить практически все. Поехать, куда ты хочешь, сделать со своей внешностью, что ты хочешь, попробовать все, что ты хочешь. Из тебя есть деньги, везде как бы дорога открыта. Уже работая на постоянной работе, я все больше задумывалась о том, что деньги делают комфорт вокруг тебя. И это касается не только аспекта, там, еды и так далее, это касается и квартирного вопроса, и проблему перемещения машин, имею в виду, и так далее. Но, в общем-то, мораль такова, что чем старше ты становишься, тем больше ты начинаешь ценить деньги. Следующий такой аспект среди возрастных изменений, это просчет поведения парней в отношениях. По-моему, я на канале с вами еще не особо не говорила об отношениях парня и девушки. Не то, чтобы там, я там какая-то вертихвостка, или там у меня была куча парней, но я, в принципе, могу уже понимать, на что парень рассчитывает, чего он хочет, и какие отношения к нему должны быть, чтобы вы чувствовали себя гармоничной парой. С одной стороны, это хорошо, потому что ты можешь зацепить каждого парня, зная, где там его уколоть, так, чтобы ему понравиться. Но, с другой стороны, это уже так, как бы, банально и так уже неинтересно, что ты уже, как бы, эээ, этот парень вообще ведется на внешность, этот парень ко всем вообще лезет, этот бабник, этот не бабник. Отношения становятся не те, и ты уже можешь, вот, собираясь на свидание, ну, как бы, на встречу, на свидание, как это сейчас называют по-модному, ты уже знаешь, на что тебе рассчитывать и как вызвать у него те или иные чувства. Последний аспект, чем старше ты становишься, тем сложнее тебе расслабиться и наслаждаться отдыхом. Мне кажется, вот, начиная с 21 года, те, кто сразу же начинают работать после университета, становятся своего рода рабами или, скажем так, трудоголиками, потому что, как я по себе сужу, я не вылажу с работы, я там постоянно провожу свое время, и я не могу сказать, что это меня раздражает или там меня это угнетает и так далее. Я счастлива, я довольна своей жизнью, я знаю досконально, что я должна делать, какие у меня обязанности и так далее. Я могу работать без отпуска несколько лет, но когда меня уже выгоняют идти в отпуск, когда есть какие-то там майские праздники и так далее, я просто не знаю, куда себя деть. Я тупо не умею отдыхать. Я постоянно думаю о работе, мне снится работа. Я думаю, как сделать лучше, а может, в той ситуации нужно было поступить не так или сказать тому, что это не то. Для меня, наверное, отдых более ценен, если, допустим, я отпахала как лошадь целую неделю, и потом целую субботу я выспалась и на воскресенье, и вот пошла там вечером прогулялась. Для меня это просто нереальное наслаждение. И всё, на второй день я уже готова к работе, у меня одного выходного вот так вот, и там я уже всё опять в этот круговорот. Я не понимаю, как быстро так летит время, месяц за месяцем, месяц за месяцем, и ты постоянно на работе, на работе, на работе с утра до вечера. В общем-то всё то, что у меня накипело. Извините за какие-то лишние эмоции, потому что я действительно какая-то взвинченная, мне нужно было выговориться. Надеюсь, вам понравится такое вот типа видео. Если это так, пожалуйста, поставьте пальчик вверх внизу под видео, мне будет очень-очень приятно. Пишите свои размышления внизу в комментариях, то, что вы думаете о изменениях возрастных после 23, после 25, после 40, после 50. Просто пишите свои впечатления. Огромное спасибо за то, что были со мной в этом видео. Я вас всех целую. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok